Это Светлана Ахтарова. Красивая, стройная 35-летняя женщина. При росте 165 сантиметров она весит 55 килограммов. А вот это она же. В это трудно поверить. Но здесь она весит 130 килограммов. Мурашки по коже, на самом деле. Вспоминаешь это всё? Каждое утро Светлана начинает с того, что встаёт на весы. Лишние 100 граммов для неё сигнал тревоги. Сегодня отбой, всё в норме. Эти брюки Светлана носила несколько лет назад. Но без одежды я не знаю. Они сшиты на заказ. В те времена Светлана ничего не могла купить в магазине. Её размеров не было даже в отделе для полных. А эти брюки, скажем так, допустим, вот они ещё в какой-то период были. Мне прям так... Я помню, видно даже, что пуговицы-то перешивали. Со 130 до 56 килограммов. С 64 до 42 размера. Светлана не просто похудела. Она заново родилась. Её дочка Малика с трудом узнаёт в этой огромной тёте на экране свою маму. Эти кадры сняты в 2005 году. Светлану выписывают из роддома. Во время беременности она поправилась до 130 килограммов. Утром – булки со сладким чаем. Днём – картошка, котлеты, мороженое и салат с майонезом. На ужин – печенье и торт. Еда снилась ей даже ночью. Извините, я очень-очень-очень люблю. Расти большой, умный, красивый, как я и хотела. После рождения ребёнка семейная жизнь изменилась. Равиль всё чаще задерживался на работе. И всё реже проводил время с женой. Он просто стеснялся появляться со Светланой на людях. Даже к общим друзьям Равиль ходил один. Светлана сидела дома с дочерью и гадала. Вдруг он там сейчас с девушкой? Звонила ему каждые полчаса на мобильной. А он всё чаще бывал временно недоступен. Я решилась на операцию, на пластическую, в 2005 году. То есть это почти пять лет назад. Ну как решилась? Ну думаю, ну надо что-то делать уже. Кушать-то бросать не хотелось. Хотелось же всё легко сделать. Я поехала и сделала себе так называемую абдоминопластику. Вес 127 килограммов и огромный некрасивый шрам на животе. Это был результат пластической операции, которую Светлана сделала в московской клинике. После операции я потеряла всего лишь 3 килограмма. Которую благополучно наелы тут же. Вот буквально тут же. Зато я себе заработала свищи, не заживающие раны в течение трёх месяцев. Постоянное хождение в повязках. Огромный шрам. Огромный уродующий шрам на весь живот. Пластические операции – не метод борьбы с лишним весом. Хирург может только убрать небольшую жировую складку. Иначе в организме нарушится жировой обмен. Пациент попадёт в реанимацию. Хирург может только подтянуть кожу и убрать растяжки. Но это уже после того, как вы похудеете. Оперировать человека 130 килограммов – это довольно рискованное занятие. Притом, учитывая то, что удаляя эту кожную жировую складку из живота, по сути дела, ничего такого глобального не решается. Потому что, ну, сколько могло идти в этой складке? Ну, можно быть, там, килограмма 3 против 130. То есть это капля хмаря получается. Таблетки, кремы, пластыри, обёртывания. За год Светлана перепробовала почти все известные методы похудения. Безрезультатно. Она сбрасывала 3-5 килограммов, но через пару недель они возвращались обратно. За поддержкой Светлана обратилась в интернет, на форум молодых мам. Девоньки, милые, подскажите, надо вес сбрасывать очень много. С ума схожу. От сладкого, мучного, жареного и всяких других вкусностей. Это дневник, который Светлана вела в интернете. Каждый день она вставала на весы и записывала, сколько граммов удалось сбросить. Рядом размещала фотографии в обтягивающей одежде. Минус килограмм, минус 2, минус 5, минус 15. Светлана добилась своего. Она похудела на 75 килограммов. Как она это сделала, вы узнаете в конце программы. Консультация диетолога, анализы, обследование, разработка программы питания. Все это стоит минимум 25 тысяч рублей. Далеко не каждый может позволить себе потратить на похудение такую сумму. А вот Светлане Ахтаровой удалось добиться того же совершенно бесплатно. Светлана Ахтарова. За полтора года она похудела на 75 килограммов. То есть почти в три раза. Как она это сделала, не знал никто. Люди не верили, говорили, это неправда. Мне звонили и говорили, ну ты же знаешь, расскажи, как, что. Я говорю, нет, нет, она ничего не ест. Даже мне не верили. Самое было интересно. Лишние килограммы они всегда есть. По городу поползли слухи. Одни соседи говорили, что у Ахтаровой внутри живет червяк. Другие думали, что она сидит на наркотиках. Третьи, что за огромные деньги отрезала себе все лишние килограммы. Все оказалось гораздо проще и совершенно бесплатно. Никаких операций, таблеток и модных диет. Просто терпение и сила воли. Светлана исключила из своего рациона сладости и жирную пищу. Перестала есть после трех часов дня и начала заниматься спортом. Диета у меня началась с 8 октября 2007 года. Непогода. Снег. Дождь. Все, что угодно. Несмотря на это, я ходила. Ходила пешком по 5 километров в день. Но приходила домой вся мокрая. Просто. Это был быстрый шаг. Тогда мне казалось, что это очень быстро. Сейчас, если мне надо идти быстро, то я бегу. Раньше бегать я не могла. Вечерами, когда Равиль и Малик ужинали, Светлана уходила из дома. Смотреть на жующих людей для нее было невыносимо. Чтобы проводить время с пользой, она до ночи ходила пешком. Светлана где-то прочитала, что в день нужно делать не менее 10 тысяч шагов. Разработала для себя ежедневный маршрут. 5 километров. После прогулки вместо ужина пила зеленый чай. Я его покупала с разными добавочками. С жасмином, с ананасом. Было вкусно. Мне казалось, что вот... Да не казалось, я на самом деле не хотела есть. У меня не было никаких сомнений в том, что я должна остановиться, что это во вред себе я делаю. Я слушала себя. Абсолютно ни одной боли в желудке не было. Абсолютно. Я чувствовала себя хорошо. С каждым днем лучше, лучше, лучше. Первого результата Светлана добилась за месяц. Она встала на весы и увидела, что похудела на 8 килограммов. Через месяц еще на 5. Через полтора года она превратилась в красивую, стройную женщину. Теперь муж Равиль каждый день носит ее на руках. В своей прошлой жизни Светлана много чего не могла себе позволить. Свою мечту учиться в престижном университете она осуществила только год назад. В юности ей помешал все тот же лишний вес. Вот эта лестница тогда казалась непреодолимой преградой на пути к знаниям. Вот это та самая лестница, которая меня так испугала в моей юности. Мне теперь, пожалуй, вообще ничего не страшно. Я ее люблю, мне легко, мне хорошо. Люди говорят, да ты герой. Ни один раз не герой я. Ни один раз не герой. Я была герой, если бы я знала, что я склонна к полноте девушка. Держала бы свою фигуру в норме. А героизмом, то, что я разъелась сначала до чудовищного размера, а потом так же начала сбрасывать, когда вдруг мне вот это вот, я это не считаю. Я просто призываю всех девушек, просто призываю, берегите фигуру с молдом. Специально для зрителей программы «Средообитание». Диета Светланы Ахтаровой. Утром. Одно яйцо, можно омлет. 100 граммов нежирного творога. Второй завтрак. Любимый фрукт. Света, например, ела много гранатов. Обед. Вареная курица, салат из капусты, сок или чай без сахара. Полдник. Фрукт, овощ или нежирный йогурт. Ужин. Без сожаления отдать врагу. Вместо него прогулка на свежем воздухе. 5 километров пешком. Светлана Ахтарова проверила на себе. Это работает. Теперь она соблюдает эту диету каждый день. Нарушает ее только дважды в год. На свой день рождения и на Новый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова